Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада вернуться к вам после долгого перерыва. И сегодня хочу рассказать вам о своих кистях от фирмы MAC. Коллекция моя совсем еще небольшая, но в то же время я очень довольна своими приобретениями, что они у меня есть. И многие из этих кисточек я очень сильно хотела, поэтому я очень рада, что они у меня теперь есть. Давайте начнем с кистей для глаз. Знаменитая 217 кисть, растушевочная. Это кисть из натурального ворса. У меня есть так называемый аналог из Зоева. Это номер 227. При детальном рассмотрении понятно, что кисти совершенно разные, хоть и с виду кажется, что они довольно-таки похожи. Кисть MAC набрана на разной высоте. Что нельзя сказать про кисть Зоева. Она набрана в один рядочек, лишь к кончику совсем немного отличается высота ворса. За счет того, что у MAC вот эта длина волосков совершенно на разном уровне, она отлично растушевывает. Можно даже сказать, что эта кисть всю работу делает за вас. Они одинаково сжаты у основания. Кисть довольно-таки удобно лежит в руке. Ей удобно работать, легко работать. Она идеально ложится вот в эту зону растушевки. Не колется, в ней нет никаких колючих волосков. Очень довольна и очень рада, что такая легендарная кисть наконец у меня есть в коллекции. Следующая кисть 219. Это вот такой бочонок-карандаш. Также в Зоева, по-моему, есть еще и поменьше такого же типа кисть. Но у меня есть только 231. Она, конечно, побольше и покрупнее в самом диаметре. Но если сравнивать их, то 219 от MAC она более упругая. Она не такая подвижная, как Зоева. Но в то же время кистью от MAC очень удобно прорабатывать какие-то мелкие детали. И растушевка карандаша с этой кистью стала намного проще и быстрее. Также этой кистью можно наносить в уголочек какие-то акценты, внутренний или во внешний. Отлично набита, ничего не колется, не вылазят волоски, не пушится, хотя уже мылась она многократно. Что нельзя сказать о Зоева. Изначально она была немного более такая свечкообразная. Конечно, ей не так мало времени, как новая от MAC, но в то же время она распушилась. Этой кистью скорее удобнее делать какую-то более широкую тушевку. Акценты расставлять ей очень сложно. Тональные основы для кремовых каких-то продуктов 130. Это такая вот маленькая дуафибра. Мне намного больше хотелось именно маленькую, нежели такую крупную, да, фибру. Кисть очень плотно набрана. Она не хлипенькая, но в то же время она не делает эффект маски при нанесении тона на лицо. Она как-то аккуратно это все растушевывает. Конечно, тон не надо вот такими движениями растягивать. Этой кистью удобно делать именно круговые движения и растушевывать таким образом. Тональный крем или какие-либо кремовые продукты. Очень люблю наносить ей кремовое румяно, кремовую коррекцию. Она делает это просто великолепно. Не оставляет никаких пятен, не полосит. И с ней вообще вот просто одно удовольствие в работе. За время использования и мойки она не распушилась, она не теряет волоски. Просто отличная кисть. Это 128-я. Это двухсторонняя кисть. Одна сторона из синтетического ворса, другая сторона из натурального. Это очень универсальная кисть, которой можно сделать одной полностью макияж лица в плане кожи. Этой стороной наносим и тональный крем, и кремовые продукты в плане румян, коррекции, хайлайтер. Этой стороной легко можно нанести пудру. Конечно, не так прозрачно она получится. Но если не так много набирать, то тоже можно приспособиться. Эта кисть просто создана для того, чтобы наносить сухие румяна. Она вот прямо вот такого размера, как нужно. Отлично наносит сухие скульптурирующие продукты. Это волшебная вещь. С ней не наделаешь пятен. Очень я довольна. Также она не теряет свою форму. Также не теряет волоски. И вот такая вот кисть для пудры 135. Она достаточно такая хлипенькая, но именно такую кисть я и хотела, потому что я люблю наносить пудру вуалью, такой более тонким слоем. Даже спрессованную пудру она наносит идеально, не добавляя какой-то дополнительный слой на лице. Кисть набрана также под разной высотой. Здесь покороче ворс, на самом основании более длинный. Она приплюснута у основания и распушена вот так вот к концу. Очень я довольна этой кистью, потому что ей можно не только припудрить лицо, но также легко сделать коррекцию, легко нанести румяна. Можно просто немножко больше вот сюда на краешек и тогда по чуть-чуть набирать. Хайлайтер эта кисть наносит просто волшебно. Именно так, как я люблю, она зашлифовывает его. И вот видите, вот такое вот сияние хайлайтера она именно дает. Благодаря ей именно такого эффекта можно добиться с любым, даже самым крупнодисперсным хайлайтером. Она мягкая, какой-то супер мягкий козлик ворса этой кисточки. Поэтому она очень приятна к лицу и не создает никакого дискомфорта. Вот все пока мои кисти от MAC, но я уверена, что буду еще присматриваться к другим. Потому что данными кистями я очень довольна. Качество на высоте, хоть некоторые говорят, что за эти кисти слишком большая стоимость. Да, возможно, я соглашусь, но они просто волшебные и работают отлично. Зоева на данный момент стали делать намного хуже кисти. Поэтому за ту стоимость, которую они хотят, лучше я немножечко добавлю и куплю качественные кисти, которые собраны в Японии, в Европе. И буду уверена в их качестве. Расскажите мне, может быть, у вас есть также кисти MAC, каким можно присмотреться, какие ваши любимые. Рассказывайте о своих коллекциях. Очень будет интересно почитать, какие кисти у вас есть. А если вам интересно, то я расскажу, какие кисти еще у меня есть других марок. И расскажу о своем мнении, о своем опыте в их использовании. Всем большое спасибо за внимание. До скорой встречи. Всех целую и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok